Пожалуйста, в чате напишите, поставьте «плюс». Если нет, то нажмите «минус». Мы посмотрим, сколько человек у нас сегодня собралось в это раннее утро, чтобы узнать, что же такое визуальный мерчендайзер. Ждем всех. Ну, мне подсказывают, что в данный момент три человека у нас, но пока почему-то вы молчите. Еще раз повторюсь, доброе утро. Мне самое важное знать и понимать, что вы меня слышите, поэтому если это так, то нажмите в чате внизу, в самом-самом-саме написано. Вот, уже лучше. Двое ответили, что и видят, и слышат. Приятно. О, отлично. Ну что ж, друзья, рад вас приветствовать. Меня зовут Максим Ануфриенко. Собственно, как заявлено в названии сегодняшнего вебинара, я визуальный мерчендайзер. Работаю визуальным мерчендайзером около 10 лет. Непосредственно занимаюсь визуальным мерчендайзингом 7,5. В данный момент я отвечаю за оформление торговых зон в магазине универмаги, вернее, ЦУМ. Ну, соответственно, до этого поработал в различных российских и западных компаниях, где наработал опыт, который позволил прийти и работать здесь. Ну, соответственно, наверное, для того, чтобы понимать, о чем кто такой визуальный мерчендайзер, мы можем сказать, кто это. Если вы составили выжимку того, что происходило, продавалось или нет, что хорошо, что плохо, это все в таблицах, то нашу работу видят все. Проходят мимо витрин, хорошо, плохо, нравится, не нравится, видят. Зашли в торговый зал, бардак, красиво, хорошо, распродажа, новая коллекция, это все видно. И, как правило, все, кто проходит мимо, все хотят поучаствовать в этом процессе, дать свои комментарии, сказать, хорошо или плохо, и, соответственно, как-то поучаствовать. Но всем хочется творчества. В общем, визуальный мерчендайзер инструмент продаж – это инструмент создания атмосферы в магазине, который влияет на подсознательном уровне на покупателей, на совершение покупок, позволяет из посетителей стать покупателем. И, если скажем так простым языком, мы подсознательно влияем на то, как человек поведет себя в магазине и совершит покупку. Основная цель нашей работы – это повышение продаж. На это мы влияем не как продавцы-консультанты напрямую, но мы влияем на это косвенно, потому что с точки зрения презентации, с подготовки луков, коммерческих предложений, учетом сезонности, погодных явлений, трендов, мы, собственно, влияем на то, как человек зайдет ли вообще в магазин, ну и в дальнейшем совершит покупку или нет. Какими навыками нужно обладать, чтобы стать визуальным мерчендайзером? Ну, на самом деле, основной и самый большой навык – это, я могу сказать, из своего опыта работы – это коммуникабельность. Потому что визуальный мерчендайзер общается и с управляющим магазином, и с менеджерами, и с продавцами, и с грузчиками, и с таможенниками, и с европейскими представителями, с китайскими представителями по поводу манекенов, с европейскими по поводу поставок. Соответственно, если человек не умеет общаться, то работать с ним будет невозможно. Потому что любой визуальный мерчендайзер – творческий человек. И если ему стоит задача, например, оформить торговый зал, то чаще всего это заканчивается тем, что его идея только у него в голове. Часто очень сложно объяснить, или бывает, пока ты не сделаешь, тебя понять никто не может, что ты хотел сделать в конце концов. Но иногда это приходится объяснять, потому что есть масса людей, для которых слово «визуальный мерчендайзинг» ничего не значит. Либо это память за всеми печатями. Поэтому нужно находить общий язык со всеми, общаться, рассказывать, объяснять. Ко всем людям разный подход. Менеджер, проделец, консультант – у них разная степень влияния и разное поведение, исходя из их позиций, но нужно найти подход ко всем. Второй важный навык, естественно, это креативность, знание модных тенденций, знание правил работы с цветом, понимать, с чем отличаются различные стили, или потому что можно всегда оформить торговый зал точно так же, как ты выглядишь или так одеваешься, под себя все сделать. Но это неправильно, потому что есть задача, есть бренд, который нужно в презентации подчеркнуть, его сильные стороны. Но для этого, собственно, нужно в этом разбираться. Учиться или, собственно, работать – здесь два варианта. Лет 20 назад, когда у нас, собственно, в России ритейл только появлялся и было невозможно получить какие-то теоретические знания, все их зарабатывали, работая, приходя в какой-нибудь бренд, особенно европейский. И вот проходили все этапы от продавца консультанции на ВСВМ, проходили кучи тренингов, учились. Соответственно, вот за эти 20 лет сформировался такой большой пул специалистов, которые сейчас по кругу ходят из одного бренда в другой, но уже багаж знаний имеется. Соответственно, учиться раньше у нас тоже не было ни школ, ни курсов, ничего. Сейчас, если погуглить, очень много различных и курсов, и школ, в Британке, Выше школы экономики, и везде есть курсы. Есть отдельные компании, которые специализируются и на оформлении, и в витрине торгового пространства, и параллельно ведут курсы. Соответственно, мы с вами сегодня тоже разговариваем в преддверии курса по ВИОМ. Поэтому у нас сейчас появилось достаточно много и специалистов компетентных, которые ведут курсы, и есть школы, которые тоже могут обучать. Но визуальный мерчендайзинг – это та область деятельности, где теория хорошо, ее знать можно. Есть масса учебников, которых я в дальнейшем во время курса буду упоминать и расскажу, что можно там узнать, изучить. Но это та сфера деятельности, где нужна важна практика. Теория хорошо, но нужно ручками тоже уметь работать. Потому что если дети говорят о том, что да, я знаю, как работать с цветом, что такое симметрия, как распределить принты, чтобы было равномерно, но сделать это в торговом зале – это совсем другая история. Поэтому здесь, если будете выбирать курс, то смотрите, чтобы курс включал в себя практические знания и навыки, потому что то, что останется после курса с вами – это как раз практическая часть, которую вы будете применять на работе. Если теорию вы узнаете, если вы перейдете в магазин, в свой бренд и не будете понимать, с какой стороны подойти, то толка до этого не будет. Современные тенденции веемые, соответственно, какие вам сказать? Ну, на самом деле, чаще всего все сейчас сводится к минимализму. Если говорить про дизайн магазинов, то он очень простой, минималистичный, либо это мебель, которая совсем очень невесомая, потому что одно из десяти основных правил визуальной мерчинайзии говорит о том, что основа всего – это продукт. Мы пережили много разных вариантов оформления магазинов и дизайна. Если посмотреть, вот, ну, за последние 15 лет у нас сначала было ничего, потом, когда ритейл стало развиваться, много появилось денег, особенно в 2013 году стали появляться сумасшедшие дизайны, суперкреативные пространства, где пространство иногда говорило больше, чем сама одежда, которая в них представлена. Но нужно понимать и не забывать о том, что основное, что у нас есть в магазинах, что приносит деньги и, собственно, позволяет сформировать и оформлять все, что вокруг нас, это как раз одежда, поэтому она должна быть на первом месте. Сейчас все очень минималистично, но визуальный мерчинайзинг, на самом деле, если его разложить на пальцах, там есть, так же сказал, либо 10 основных правил, но это если перечислить все характеристики, которыми должен навык обладать визуальный мерчинайзинг и знать все эти правила в своей работе и уметь их применять. Но также есть 2-3 других, комбинация которых позволяет вам оформлять торговые пространства и в обуви, и в продуктах, и в одежде. Соответственно, они применимы ко всему, потому что неважно, какой у тебя есть продукт, товар, ты можешь выполнить все. Часто спрашивают, как работает визуальный мерчинайзер, какой у него график работы. Ситуации бывают следующие, потому что все зависит, на самом деле, от нужд компании, в которой вы работаете, потому что если будет требовать ситуация или коммерческая необходимость, то все будут и ночью, и выходные. Чаще всего график работы это 5-2, с 8 утра, с 9 утра, есть с 7 утра компании, которые поставят, поставку применяют, ночью с 7 до 10 успевают до открытия магазина вынести. Соответственно, начало рабочего дня, оно колебаться. Его окончание, обычно это 5 или 6 вечера, потому что вечером основной поток покупателей, когда ты уже ничего особо делать не можешь, мерчить точно. То есть, поправлять там что-то, либо работать на складе, планированием заниматься в кабинете, пожалуйста, но в торговом зале делать уже нечего. Бывают, собственно, моменты, когда необходимо остаться в ночь. Ну, вот я сегодня вроде бы как бы бодр и весел, но на работе я уже 24 часа, поэтому вот ситуации бывают разные, и такое тоже есть. Ну, я люблю свою работу и, в принципе, не жалуюсь. Это вот вопрос тому, как бывает. Бывает и так. Что будет, собственно, на следующей неделе, когда начнется наш курс? Что он будет себя включать? Мы подготовили его, разработали таким образом, что он будет включать в себя и теоретические знания, и практические. И мы постараемся сделать так, чтобы после теории одного блока знаний вы получали практику по этому блоку, потому что информации много, и если навалить всю теорию разом, то потом, когда мы перейдем к практике, будет сложно вспоминать, что же мы там вспоминали и говорили. У вас будут какие-то во время занятий типсы, небольшие такие, скажем так, подсказочки, шпаргалки, которые вам позволят потом, в дальнейшем, во время курса, пройдя его, использовать в своей уже повседневной работе. Мы поговорим о том, как реагировать витрины, из чего они состоят, как делать торговое пространство, виды мебели, какие методы презентации и техники есть, чтобы у вас был весь набор знаний. Поговорим обязательно о видах, собственно, компаний. Масс-маркет, средний сегмент, люкс, чем они отличаются, что общего, какие специфики, как представлять аксессуары, с ними часто бывают проблемы. За последние годы у нас хотелось очень много брендов обувных, у которых бывают часто проблемы с презентацией, потому что не понимают, что с ней делать. Ювелирка, ну, как бы это все аксессуары, но, тем не менее, у каждого есть своя специфика. Попрактикуемся, у нас будет для этого и место, и время, чтобы все навыки отточить. Ну, естественно, большой блок будет отведен, один из них, если я не ошибаюсь, какая-то его часть на ваши вопросы, потому что, естественно, все, кто придут на курс, здесь два варианта, либо это люди, которые уже что-то знают, умеют, либо те, кто ничего не знают и хотят попробовать научиться. И у тех, у других есть вопросы. Одним интересно узнать побольше, что это, а другим задать свои конкретные вопросы, с которыми они пришли на этот курс, чтобы, придя после на работу, свой бренд, свою марку, свою компанию решить. Поэтому у нас будет отдельный блок, по которому мы пройдемся по вопросам и рассмотрим кейсы, которые так реальны, потому что можно говорить о виртуальных вещах, но когда есть конкретный пример и ситуация, это всегда проще решить. У нас с вами, собственно, перед вебинаром был небольшой опрос, тех, кто подписывался на него, и были составлены, заданы вопросы. Вот сейчас на те вопросы, которые у меня есть передо мной, я отвечу. Один из них, первый, как визуальный мерчендайзер взаимодействует с байером. Байер – человек, который отвечает за закупку. Соответственно, он знает, какой ассортимент будет, придет. То есть заранее, здесь многоэтапный может быть процесс взаимодействия. Наверное, даже чуть отвлекусь. Самое главное в работе визуального мерчендайзера – это не забывать о том, что мы не креативщики стопроцентные, а мы отвечаем еще и за коммерческий результат. Поэтому самая идеальная пропорция – это когда VM представляет собой такую комбинацию 50 на 50, когда он отвечает и понимает, что такое коммерция, что такое коммерческая презентация и отводит долю креатива под нее. Поэтому здесь должен быть баланс. Здесь он почему говорит, что байеры, зная закупку, они всегда могут сказать, что вот мы закупили такой-такой объем на такую-такую площадь. Можно даже не взять проценты, разбивку по категориям, что они закупили. Брюки, юбки, блузы, жакеты, пиджаки, куртки, сезонность. Вы знаете свой магазин, можно спланировать, где у вас что будет. Зная график поставок, можно спланировать, как часто у вас будет меняться территория, учитывая всю сезонность. Когда коллекция приехала, чем байер вам может помочь? Байер, честно, работает с аналитиками, получает все продажи. Соответственно, они вам всегда подскажут как минимум раз в неделю. Вы будете их видеть и встречаться, они вам подскажут, что зависло, что продается хорошо, где есть проблемы, какие-то категории требуют внимания, какие нет. И это будет влиять на то, на ваше торговое пространство, какие изменения вам нужно сделать, чтобы учесть эти данные. По окончанию сезона байеры обязательно у вас спросят комментарии, которые необходимо учесть при закупке следующего сезона. Может быть, какого-то ассортимента вам не хватило, поэтому это нужно обязательно докупить. Либо чего-то было очень много. Либо, например, пропорция низов и верхов не была соблюдена, но она такая стандартная золотое правило. Три верха на один низ. Может быть, она была перекошена. Может, чего-то не хватило. То есть, соответственно, от вас будет важен фидбэк, обратная связь по всему тому, что было в сезоне хорошо, что плохо, чтобы в следующем сезоне это исправить. Возможно, это не получится исправить в сезон, но у вас, например, вот сейчас осень-зима, а потом весна. Это разный ассортимент, разные сезоны. Но может быть, когда они будут заказывать через сезон, то есть следующая осень-зима, вот все эти ошибки можно будет избирать. Поэтому работа с байерами ведется достаточно тесная, плотная. И без нее они не выполняют финансовый результат, а чаще всего все премии визуального мерчендайзера и его финансовая сторона зарплатная, скажем так, она зависит от выполнения плана продаж. Соответственно, без друг друга вы просто не сможете достичь тех показателей, которые на вас планировались. Поэтому работа тесная. Следующий был вопрос. С чего начать свой путь в модной индустрии? Курсы стилиста, работа вем в масс-маркете. Ну, если здесь идет о модной индустрии, как визуальный мерчендайзер, который при этом магазине, как начать? Мы все-таки сегодня про это, не про дизайнера. Как стать визуальным мерчендайзером? Самый простой путь, часто всего он случается в студенчестве, когда есть и учеба, и свободное время, и хочется поработать. Многие идут в европейские компании, Zara, ну, весь Inditex, скажем так, группа компаний, H&M, но это так, пример, из-за того, что есть в нашей компании российской, Austin, Gloria Jeans, и начинают с низов с продавца-консультанта узнавать основы ритейла. Работа сложная, потому что везде на ногах, она часто неблагодарная, если ты стоишь особенно целый день в примерочной, но тем самым, получается, если тебе это интересно, и ты остаешься, то чем дольше ты остаешься, тем больше ты будешь узнавать. И, в принципе, первое время на такой работе ты поймешь вообще, нравится тебе это или нет, и хочешь ли ты идти дальше. Если ты идешь дальше, то можно уже закончить курсы, получить образование. Сейчас это все возможно и у нас, и за рубежом курсов очень много. И дальше развиваться уже в области ритейла, люкс или масс-маркет здесь как сложится. И тот, и тот интересный, у того и того своя специфика, поэтому здесь как пойдет. Но начинать лучше с азов, потому что когда все узнаете, все укашивают. Потому что красивая одежда в магазине, когда заходишь и висит красивые витрины, это чаще всего лишь обратная сторона медали. Обратная сторона – это всякая работа, которая за всем этим стоит. Это работа и ночами, это и разбор поставок, и работа с персоной, чтобы все это представить и повесить. Часто покупатели видят только красивую картинку. Все, что стоит до, знаем только мы, потому что мы это делаем. Где учат профессии визуального мерчендайзера? Я уже сегодня скользко сказал, что учат и у нас. Много курсов в Москве, в Санкт-Петербурге. Есть очень много школ в Европе, в Италии, в Париже, в Англии, в Сент-Маркет. У них много курсов. Соответственно, учат везде. Вопрос времени, возможностей и вашей необходимости. Если ехать, например, в Лондон учиться визуального мерчендайзера, когда вы не знаете, что это такое, наверное, смысла нет. Нужно попробовать здесь, чтобы понять, нужно это или нет. Если вы понимаете, что вам это нужно, тогда, соответственно, хотите развиваться, значит, нужно и планировать то, какую базу вы будете получать. Опять же, если у вас большой опыт работы, то иногда ваш опыт работы перевесит просто все это образование, которое есть. Можно учиться вечно, развиваться тоже. Самообразование никто не отменял. Но если у вас будет 5-6 дипломов разных институтов, это не значит, что вы сможете хорошо работать. Соответственно, здесь нужна и практика. В какое-то время нужно остановиться. Можно пойти поработать, поймете, что вам не хватает чего-то, тогда вы идете на курсы. Часто в брендах, особенно визуальных мерчендайзеров, очень хорошо тренируют месяца как три минимум, всем основам. Потому что каждый визуальный мерчендайзер, он затачивается, заточен под конкретный бренд. Есть общие вещи, но чаще всего он будет выполнять какие-то стандарты, которые в компании приняты и установлены. Поэтому, придя в компанию, вас научат, обучат, особенно сейчас и в российских, и в европейских разницы нет. Вам все объяснят, расскажут, тренинги все проходят, все основы. После этого, если вы сами понимаете, что вам чего-то не хватает, или ваше знание нужно систематизировать, выбирайте курс. Их много. Следующий вопрос. Каково сейчас положение визуального мерчендайзера в компании? Как складываются отношения с другими звеньями компании? Положение визуального мерчендайзера какое? Здесь два возможных развития событий. Либо визуальный мерчендайзер относится в коммерческий отдел, потому что, как я уже сказал, это инструмент продаж. Так что тогда вы часто будете общаться с директором по продажам, с региональными директорами, с директорами в магазинах. Либо же это подчинение в отдел маркетинга. Здесь в зависимости от того, какой это визуальный мерчендайзер будет. Если это за креатив, тогда вы будете в маркетинге, например, отвечать за дизайн и оформление витрин, писать инструкции, как их оформлять. Дальше может быть полевой, скажем так, визуальный мерчендайзер, который все ваши инструкции будет адаптировать. То есть здесь, возможно, два варианта подчинения, либо расположения в компании в иерархии. Бывает третье, когда они, если большая огромная компания, то визуальный мерчендайзер вообще отдельно сидит, вот сами по себе, но просто общается со всеми остальными отделами. Здесь чаще всего это определено, я перечислил общие вещи, структуру возможной. Но все определяется процессами, которые уже сформировались внутри компании, которые уже есть и которые бизнес-процессы просто требуют, чтобы ВИЭМ были либо там, либо там. То есть везде по-разному. Но функционал ВИЭМа, он везде будет плюс-минус одинаковый. Соответственно, я уже говорил, что коммуникация это основа всей работы. Соответственно, где бы вы ни были, в каком подчинении вы ни находились, если вы не сможете общаться с разными отделами. При этом, если вы, например, работаете в офисе ВИЭМ, то вам нужно будет общаться с архитекторами, чтобы узнать, что они нарисовали, спланировали план нового магазина. С таможенной, с логистикой, чтобы узнать, когда к вам товар приедет. Со строителями, чтобы узнать, когда будет стройка закончена. С дельтам розничных продаж, с персоналом магазина. Соответственно, если коммуникация у вас плохо, или вы сложный человек, или у вас постоянно со всеми проблемы, то здесь ничего хорошего может не получиться. Общаться с людьми не надо, договариваться тоже. Где-то может кому-то уступать, но и уступили вы, уступят вам. Компромиссы нужно находить, и нужно помнить о том, что в конечном итоге, если стоит цель открыть магазин, то он должен открыться. А то, как вы это сделаете, по большому счету, вашему руководству будет все равно. Поэтому общение, общение, общение. Ну и из своего опыта еще раз скажу, что за 10 лет работы я много раз встречался с людьми, с которыми работал в разной компании. Мы пересекались, уходили, теряли друг друга из виду, потом мы снова встречались, не зная об этом. Приходя на собрание, видим, что знакомые лица не знали о том, что мы там перешли сюда. Поэтому, если вы так сложно расстались где-то, возможно, вы этих людей встретитесь в своем пути. И тогда здесь уже будет зависеть от того, какие отношения сложились до этого у вас с человеком ранее, и как теперь эти отношения будут влиять на вашу нынешнюю ситуацию и положение, решение ваших вопросов. Поэтому старайтесь быть дипломатами в работе. Это потребуется. Вопрос был следующий, интересный. Визуальный мерчендайзер – это позиция для молодых, или есть какие-то возможности профессионального, карьерного и материального роста в рамках профессии, не уходя в смежные специальности. Потолок есть, потому что если разложить всю иерархию, которая возможна в отделе визуального мерчендайзера, ее можно представить следующим образом. Сначала идет визуальный мерчендайзер в магазине. В зависимости от магазина, это если 50 метров или 1000, то можно стать старшим визуальным мерчендайзером в магазине, когда в твоей команде будет 4-5 человек, 3-4. Ты будешь тим-лидером. Дальше идет региональный ВМ, который будет примерно отвечать за 10-15 магазинов, контролировать их. Может дальше идти потом территориальный ВМ, соответственно, он будет отвечать за какой-то регион. Потом уже идет офисная позиция, которая будет называться country-ВМ, или руководитель отдела визуального мерчендайзера. И вот здесь, когда, скажем так, сидишь на вершине пирамиды, у тебя скорее развитие будет уже не вверх, а оно будет горизонтально. Можно пробовать новые обязанности, частично и маркетинга, и архитектуру, участвовать в процессе создания дизайна магазина. Более тесно эти моменты отвечать. То есть здесь уже вот, если ты нашел свою компанию и тебе комфортно, то здесь уже просто ты больше отвечаешь за стратегию. Но вот все, что я перечислил, весь вот этот рост от ВМ в магазине до руководителя отдела ВМ, он примерно займет от 3 до 5 лет. Естественно, вот 3-5 лет есть. Дальше, если вам это нравится, то вы будете просто, скажем так, переходить из компании в компанию, менять может быть сегмент. Либо если у вас была сеть, например, с 10 магазинов, потом вы перейдете в сеть, которая включается в этом 100, 200 магазинов, 600, 700, или несколько стран, вот здесь вы уже будете расти глобально. Поэтому рост он есть. Просто здесь главное понимать, нравится вам это или нет. Если какой-то понимает, что не нравится, собственно, здесь даже есть ответ в самом вопросе, стоит ли уходить в смежное плавание, то из своей практики скажу, что бывали случаи, когда мои коллеги, работавшие в офисе руководительного отдела ВМ, переходили в розничные продажи, становились директорами продаж, кто-то уходил в маркетинг, кто-то селился арт-директором, кто-то уходил в баинг. То есть здесь, соответственно, возможны и такие варианты тоже. По зарплате, по материальному вознаграждению, если чем дальше вы будете расти, тем она будет больше и выше, но все будут в большей степени оценивать, естественно, ваши профессиональные навыки. В среднем, если вы посмотрите на HeadHunter, то наверняка там можно по всем этим вакансиям определенный потолок составить, вы его видите. Понятное дело, что даже у руководителя отдела ВМ зарплата не будет как у финансового директора. Но у нас ответственность разная. Поэтому если уж вы занялись визуальным мерчендайзером, мерчендайзингом, то здесь вы должны оцениваться. Если вы хотите заранее, посмотрите, сколько там в будущем вы можете через 3-5 лет получать. Поэтому сните все риски и затраты свои временные. Но здесь может быть какое-то. С ростом вашего опыта и ответственности, и знаний ваших вас будут находить сторонние компании, которые будут вас привлекать на консалтинг, вы можете вести свои курсы, вы можете оформлять в витрине. Подождите, пожалуйста, 5 секунд. Коллеги пришли, откроем кабинет. Соответственно, варианты есть всегда. Поэтому если у вас будет время, то вы можете заняться чем-то сторонним проектом. Но надо понимать и отдавать себе отчет в том, что если от этого не стражает ваш основной вид деятельности, ваша работа основная, тогда вы можете заниматься. Просто в сутках, как мы не хотим, 24 часа работать и днем, и ночью сложно, можно, но это надолго вас не хватит. Но это все возможно. Более подробно мы с вами во время курсов у нас с вами и лекции, теория, отвечу на все ваши вопросы. Поговорим обо всех аспектах визуального мерчендайзинга более детально и подробно. На вопросы, которые у меня были, я ответил. Надеюсь, что хоть чуть-чуть приоткрыл завесу тайны, что же такое визуальный мерчендайзинг, как мы живем, чем мы работаем, что мы вообще делаем, для чего мы нужны, и вот что это за такая профессия, которой в ближайшее время даже будет посвящен курс. Если вы еще не записались, то записывайтесь на сайте BIM, есть ссылка, смотрите, читайте, задавайте вопросы после вебинара, пишите, если есть какие-то недопонимания какое-то, то мы развеем его, ответим на них, и, может быть, вы из-за этого принете решение пройти курс или стать будущим визуальным мерчендайзером. Спасибо большое за тем, кто онлайн, что нашли время утром послушать, посмотреть. Надеюсь, всех вас увидеть онлайн, скажем так, и уже вживую и ответить на ваши вопросы. Спасибо и всем хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok